Если еще я буду, то пусть это вот так вот у нас как-то хитрит. Практики дожди? Да, да. Что? Практики дожди или пэнер? Нет, по-моему. Нет, он мне ничего не говорил, а про праздник. Я думаю, что будет просто. Дело в том, что он уезжал сейчас на несколько дней в МИАС, вот и он не окон. А вот, значит, потом еще мы заведем. В пятницу заведемся обратно. Итак, поехали. Котянный, я еще говорю, да. То есть, буквально два слова, а их математический подоплёт. Дело в том, что функции, Йотен функции обладают определенными трансформационными свойствами. Вот это очень важное обстоятельство. Дело в том, что мы с вами говорили о преобразовании к поворотам. Но так вот эти функции, так вот обратите внимание, подоследует то, что эти функции обладают определенными трансформационными свойствами. Смотрите, оператор преобразования поворота, ТФИ, как записывается? Е в степени И. Ну, я H выброшу, так, так, H, постоянный план. Тогда будет так, Е в степени И, дальше Йот, оператор, так, на ФИ. Йот на ФИ. Что это означает? Мы с вами договорились, что оператор преобразования, Е в степени, мы рассматриваем, как фактически разложение экспонента в ряд по показателям. То есть там единичное, единичное преобразование будет, а потом И Йот ФИ будет, то есть слагаем линейный по ФИ, квадратичный и так далее, и так далее. А теперь представьте себе, что мы действуем оператором преобразования ТФИ на функцию ПСИ Йот М. Вот что мы получим? А интересно вот что. Дело в том, что операторы Йот, X, Y, Z, или Йот, Q, плюс, минус, один, ноль, действуя на функцию ПСИ Йот М, что делают? Они только М меняют. Только М меняют. Это означает, что каждое слагаемое в разложении это экспонент. И действуя на эту функцию, будет давать некую линейную, в общем случае, некую линейную комбинацию функции с тем же самым Йот, но с другими М. Я запишу это в результате. Равняется сумма О, М, штрих, Д. Вот коэффициенты, но ясно, что эти коэффициенты будут зависеть от ФИ, я их обозначу так, Д, Йот, ну, Йот, конечно, для разных Йот, эти коэффициенты будут разные, М, штрих, М от ФИ, да, ну, а дальше ПСИ, ну, вот здесь у меня влезет все-таки, я вот так напишу, ПСИ, ПСИ, ЙОН, М, штрих. Вот. То есть на самом-то деле, вот здесь записано, записаны трансформационные свойства Йот М функций при преобразовании поворотов. Д, это фактический витет, Д, я хотел сказать, Д функций, но они одновременно, Д матрицы, Д матрицы. Эти матрицы носят название матрицы Вигнера, или функции Вигнера, матрицы Вигнера, ну, чаще матрицы Вигнера говорят, или еще, их еще называют обобщенной сферической функцией, обобщенной сферической функцией. Дело в том, что при частных значениях М, ну, в частности, пусть одной из них ноль будет, да, эта функция переходит в сферическую гармонику, в сферическую гармонику. Если ЭН4 будет равно нулё, то функция переходит в полиномный жанр прямо с соответствующим значением Й. То есть, внизу прямо напишу Д Й 0 0. Это просто полиномный жанр, П Й. П Й. То есть, это одна из довольно большого класса так называемых сферических функций. У ноготь полиномный жанр, присоединённый полиномный жанр, сферические гармоники, два типа сферических гармоник, мы об этом ещё будем говорить. И вот сферические функции, обобщённые сферические функции и матрицы В. Давай. Так вот, фактически, теперь вернёмся сюда. Что это в полномо даёт с точки зрения математичных? А вот представьте себе, что у вас есть функции Пси, ну, давайте с первой начнём, Й 1 м1, которая преобразуется, смотрим сюда, с помощью матриц Д, Й 1, значит, да? Эти функции преобразуются с помощью матриц Д, Й 2. И вот теперь математическая задача. Попробуйте построить из произведения таких функций, функции, которые бы снова преобразовывались с помощью матриц Д типа, ну, в общем случае, Д, Й. и так, это преобразуется, как, с помощью матриц Д, Й. Вот, эта задача в математике как раз и выбрасывает коэффициенты это просто фактически одно и соотношение из теории группы вращений, из теории группы вращений. Вот, между прочим, в своё время раньше, раньше, вот, когда ещё были жены тема Ивановны, и Мария Петровна, в пятой школе, в Ивановне, там, Мария Петровна, в пятой школе, в математике учили, и ставили тройки там, где сегодня 5-й августа, вот, совсем тройки в пятой школе. Это немного значимое, что это вообще говорят. Человек приходил столько сюда к нам у него сделал, и раз вообще стройки сказываешь в те времена, вот, я тоже читал вот эти вот вот эти вот вот в этом месте так как-то смущён, так говорил пациенту, тем же, когда он и дальше жил. А потом, как-то, Россия случайно обнаружил журнал American Journal of Physics из такой, американский журнал физики. ну, знаете, это же такой вот, у нас есть аналог, ну, как аналог, такой, очень далёкий, конечно, аналог, типа физика в школе, физика в школе, то есть там рассматриваются разные статьи, в частности, такого методического плана, как преподавать вообще физику в школе, там я помню прекрасную статью, например, о том, как знакомить с основными естественно-научными представлениями о мире в детском саду, ну, то есть в возрасте там вот три-четыре, там, там описывается ситуация вечной прекрасной присягте себе в нашем детских детских садах и садах воспитатели в этом занимались. То есть на прогулке вот и вот осень, падает листочек, вот на примере падающего листочка вас знакомит эта воспитательница с понятеной скоростью, с корей, с возможным потерями, да, формула С равняется 1 квадрат пополам, это прошу чуть, вот, и так далее. Вот. Интеграл. Да, и так далее. Производные интегралы. Ну, представьте себе, если вас в детском саду начнут с этим знакомить, то к школе вы уже и до интегралов можете бы, можете бы, могли бы добрать. Вот. А что получается? Вас чем в детском саду с чем он вас знакомит? Чем-то вас правит, инфекции всякие зарабатывает, и так далее, и так далее. Если это распадываете, вот. И вот там я обнаружил вот такого типа следить, обнаружил интересную статью о методике преподавания раздела сложения моментов в американских университетах. ходить на счет. Ну да. На самом деле еще и выводят формулы для этих эфициентов. Как будто я жилу поражен, ничего себе, как это вот. Это же работа. на самом деле, это не так сложно. То есть вот та самая процедура, о которой мы говорили выше, с помощью оператора понижения, она на самом деле эту проблему решает. В общем, решает довольно тривиально. Я думаю, что каждый здесь может подумать о том, как вообще говоря, действуя с помощью оператора понижения, может получить эти коэффициенты. На самом деле, фактически именно эти коэффициенты отражают, они связаны напрямую с теми самыми коэффициентами альфа, плюс-минус, о которых мы говорили в лучших следующих герцах всего лишь. Ну и, наконец, несколько слов о свойствах коэффициентов крепших граданов. Иногда вот это вот соотношение включают в свойствах коэффициентов крепших граданов. Ну, понятно, что для них M1 плюс M2 должно равняться M. Вот это можно записать как первое свойство M1 плюс M2 должно равняться M. Ну, если не равняется M, я с учетом коэффициент нулю, тогда должен быть правильный все. А то иначе у нас это все наше построение летит вообще в черт. Второе. Правила треугольника тоже включает в свойства коэффициентов крепших граданов. То есть, если у вас вот эти три числа не удовлетворяют правил треугольника, причем повторяет, правила треугольника можно рассматривать относительно любого из трех моментов. Но обычно его все-таки относительно суммарно моментов пишут. Итак, Y1 минус Y2 по модулю, Y1 плюс Y2. Вот это правило треугольника, где Y меняется через единицу, запишите и запомните, включает свойства коэффициентов крепших граданов. Дальше тоже тревиальные свойства. С чем связаны это? А дело в том, что фактически вот это соотношение, обратите внимание, что мы делали? Вот вначале мы получили грузы кирпичей в виде вот такого типа произведений. Но между прочим, обратите внимание, что все эти произведения ортогональны друг другу. То есть это была некая система ортогональны, но еще и нормированных найдется функций. То есть все эти произведения образовывали некую систему ортонормированных функций. Полную систему ортонормированных функций. В результате мы их перегруппировали. Видите, линейные комбинации получили. Но число новых линейных комбинаций тоже самое. естественно, мы это прямо учли. То же самое должно быть. И новые функции тоже должны быть ортонормированы. То есть новые функции при различных J и M ортогональны друг другу должны быть. Обращаем внимание на то, что вот эти произведения при различных M1 и M2 ортогональны друг другу, а эти при различных J и M ортогональны друг другу. Когда это будет возможно, когда коэффициенты Глебша-Гардана или коэффициенты Глебша-Гардана будут элементами унитарной матрицы. Эти коэффициенты должны быть элементами унитарной матрицы. Это означает, что? Коэффициенты унитарной матрицы. Давайте это запишем. Коэффициенты унитарной матрицы. Для унитарной матрицы есть два соотношения ортогональности. Я их оба запишу. По строчкам кристаллы. А что у нас играет в строчке столбца? Обратите внимание, m1, m2 это у меня элементы, скажем, столбца, а ym это элементы строчки. Вот так я записал эти коэффициенты. Тогда у меня будет соотношение ортогональности m1, m2. По столбцам, значит, пойдет. j1, j2, j, m1, m2, m. Ну, на самом деле, надо было бы писать комплексно сопряженный один в этом произведении. Но эти коэффициенты выбирают вещественными. Эти коэффициенты вещественные. Ну, что он выбирает? Опять же, давайте вспомним неопределенность фазы. Неопределенность фазы. То есть, как только мы начинаем с функциями оперировать как-то, да, то вспоминаем, что у этих функций всегда есть неопределенность фазы. А значит, у нас есть некий произвол в выборе этой фазы. Вот. И мы, естественно, эту фазу выбираем чаще всего так, чтобы, скажем, функции были вещественными, там, плюс, лучше, а не минус, где функции, там, в начале и так далее. Так вот, здесь, естественно, выбрать фазу так, чтобы эти коэффициенты просто были вещественными. Так и выбираем. Поэтому сначала комплексное сопряжение я опущу, а дальше идет 1, m2, j, штрих, m1, m2, m штрих. И равняется дельта, j, j штрих, дельта, m штрих. m штрих. Вот одно соотношение ортогоналиси. Ну, а другое соотношение ортогоналиси будет, ну, если ходить по строчкам. То есть сумма по j и m, все похоже будет, так, j1, j2, j, m1, m2, m. m, j1, j2, j, m1, штрих, m2, штрих, m. И сумма по j, m, равняется, дельта символ, m1, m1, штрих, m2, m2, штрих. Вот так. Вот интересно, что эти соотношения, очень важные соотношения, мы, видите, мы их записываем так, как будто это все очевидные какие-то вещи. Да, в общем, почти так. Почти так. То есть мы, на самом деле, требуем, чтобы из полной системы ортонармированной функции мы получили полную систему ортонармированной функции. Значит, коэффициенты перехода, это матричный элемент, значит, унитарная матрица должна быть. Вот эти свойства унитарной матрицы здесь записаны в виде двух соотношений ортогональных коэффициентов векторного сложения момента. Кстати, вот каков физический смысл исходной функции и новых функций? Ну, легко догадаться, вот такая разница. Между прочим, ведь задачки с двумя моментами, да, вам не обязательно моменты складывать. Не обязательно складывать. Может быть вам проще работать вот с этими произведениями. Вот что они физически, эти произведения, значит, означают? Что-то за состояние, которое описывается в этих проекциях. По догадаться, это состояние, в котором заданы точные значения квадратов моментов и проекции того и другого момента. То есть, видите, заданы точно U1-M1, U2-M2. Всё. Самое главное здесь, заданы точно проекции вот этих вот M1-M2. То есть, состояние, в котором заданы проекции. А теперь переходим к этому сайту. Видите, вы здесь просуммировали по проекциям. Всё, в новой комбинации, значит, у вас. Теперь уже проекции складывать моментов точно не заданы будут. Потому что там войдут комбинации с разными M1-M2. Но будет задано точное значение суммарного момента и проекции суммарного момента. Это раз. Но самое интересное вот что. Что эта функция, она на самом деле будет собственной функцией четырёх моментов. Так же, как, кстати, это произведение. Обратите внимание. Это произведение является собственной функцией. Квадраты Z-компоненты первого момента. Квадраты Z-компоненты второго момента. Значит, четырёх операторов. Четырёх операторов. Я прямо здесь и запишу. Это произведение, собственная функция. Четырёх операторов. J1 в квадрате. J1Z. J2 в квадрате. J2Z. Видите, четвёрки операторов. Блин, это отражено в чёрт. Квадраты числа. Четыре квадраты числа. Скажем, здесь связано, вообще говоря, свойство этой функции. Будет собственной для квадратового оператора. Но здесь четыре. То же самое, значит. На самом деле, смотрите. Это функция. А остаётся собственной для вот этой пары. J1 и J2. Легко проверить. Но является ещё собственной для квадрата суммарного. и C компоненты суммарного. То есть это собственная функция оператора. J1 в квадрате. J2 в квадрате. J2 в квадрате. J2 в квадрате. Используется. То есть в этом надо помнить всё время. Ну и есть просто задачки, которые как бы основаны на знании вот таких простых вещей. И более того, вот здесь видите, вот квадратовое число прям указывает, вот вам подсказывает, что функция собственная для квадрата первого, квадрата второго, квадрата полного момента и его проекции. Ну а надо переходить к сложению моментов или не надо, это всё зависит от задачки, конкретной задачки. Я сейчас какой-нибудь такой простенький пример вам покажу. задачки, в которой реализуя сложение моментов, вы сразу моментально получаете результат. Вот. Более того, это будет задачка, которую я за вас её решу. Она, эта задачка входит в ту бочку задачек, которую мы используем на зашётах и экзаменов. Вот. Итак, конкретный пример реализации вот сложения моментов, задачи сложения моментов. Кстати, вот это соотношение очень часто называют основным соотношением пересложения моментов. Итак, рассмотрим конкретную задачу. Значка такая – найти собственные значения и собственные функции оператора Гайзенберга. Гайзенберговского обмена. Оператор Гайзенберговского обмена. Мы можем сказать, это просто оператор Гайзенберговского обмена. Это оператор Гайзенберговского обмена. Значит, оператор так выглядели. В, ну, change от слова «обмен» и S1 на S2. Где S1 на S2 – спиновые операторы для первых-вторых спинов. Первого-второго атома, например, первого-второго электрона. Первого-второго электрона. Вот. Разные варианты могут быть. И константа – обменный интеграл. Обменный интеграл. Ну, совершенно конкретную задачку смотрим, с которой сталкиваются, по идее, должны сталкиваться как минимум две трети из присутствующих вот здесь вот. Это, значит, магнитчики, метрологи должны сталкиваться обязательно с этим гаминтонианом. Ну, энергией назовем. Гайзенберговская энергия. Гайзенберговский гаминтониан. Гайзенберговского обмена. Как хотите. Дальше – это оптики. Вот, мои любимые. То есть, кафедра компьютерной физики. Я по старой традиции называю кафедрой оптики полупроводников и радиоспектоскопии. Хороший, да? Сложное было название. Решили сделать проще. Кафедра компьютерной физики. Какое отношение к оптике полупроводников и радиоспектоскопии – нет, непонятно. Но слово радиоспектоскопия еще не важно. Потому что на этой кафедре много народа занимается как раз радиоспектоскопией. Это электрон, ядерный монет – резонанс. А двойной электрон – ядерный резонанс. И там, конечно, с этим оператором работают. Ну и теоретикой, конечно. Но, на самом деле, этот оператор сегодня вышел на такую орбиту, я бы сказал, далекую от того низшего уровня магнитного, скажем так, или радиоспектоскопического. Дело в том, что с этим гамильтонянам сегодня работают в задачках, иногда с физикой вообще никак не связанных. Имея в виду под спинами оператора или под этими спинами, так называемая псевдоспина, о которой я вам много раз уже говорил. Вот представьте себе, что у вас S1 и S2 по одной второй, и это у вас две двери просто, вот, осматривайте. Вот. Спин – одна, вторая, два состояния. Ап – спин и даун – спин. Ап – даун. Ап – открыто, даун – закрыто. Дверь. Вот. 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 Что это будет за гамильтонян? Этот гамильтонин будет связывать две двери. Вот. Вот смотрите, если у вас и будет положительно, да, то минимум энергии будет тогда S1 и S2 антипараллельно друг к другу. То есть это будет означать, что связь этих двух дверей будет такая антисвязывающая, связанная. То есть такая деструктивная связь. Ну, то есть системе будет выгодно в состоянии, когда одна дверь открыта, а другая закрыта. Или наоборот. Ну, а если и два будет отрицать, то тогда системе будет выгодно в состоянии, в котором обе двери либо открыты, либо закрыты. Улавливайте, когда много видов появляется, да, о-о-о-о, и что может тут так быть делать? Ну, с длинными, да, это, правда, я так просто привел. Там, если вы их рассматриваете, в системы более сложные, там, в социологические какие-то системы, в биологии, там, в системе нейронов, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это уже совсем. Ну, повторяю, что, на самом деле, тортуем нас гамильтоняна, который изначально придуман, веден Гайзенбергом в 27-м году для того, чтобы объяснить, фактически, природу магнит. И так, вот смотрите, как задачка это решается. Вот эти, собственно, очевидные функции вот такого оператора. С1 и С2, два спина. Вот. Ну, начнем просто сразу с того, чтобы, как два спина появилось, сразу возникает вопрос. Давайте сложим эти два момента. Пишем С1 плюс С2, то есть переходим к полному спину. Ну, ясно, что в антомеханике крышки я должен написать, а то иначе я могу здорово пробраться. И даже в физике, не только в математике, в физике. Итак, ввожу под заявление о полном спине. Ну, мы сразу же договорились, что квантовое число полного спина меняется от С1 минус С2 по модулю до С1 плюс С2. Значит, мы, в принципе, зная квантовые числа С1 и С2, ну, например, по одной второй, знаем возможное значение полного спина. Ну, если С1 и С2 по одной второй, то тогда смотрим сюда, С может принимать значение 0 либо 1, ну, всего два варианта, да, 0 либо 1. Ну, кстати, спин равен 0, значит, всего одна функция мультиплетия, мы будем синглент. Спин равен 1, 3 функции мультиплетия. М пробегает при значении, да, 3 плет. Поэтому здесь два состояния, возможно, с полным спином. Синглентное одно, второе триплетное. Но триплетное, на самом деле, три состояния, то есть всего четыре. Ну, кстати, и сколько? То есть, кстати, тоже четыре. Два спина по одной второй. У каждого спина по одной второй два состояния. Оп, даун. Значит, всего четыре. Четыре вот эти функции будет, да, если вот... Ну и четыре функции тоже будет. Вот, видите, как интересно. Но тоже на это надо обращать внимание. То есть, если вы не вводите представление о суммарном спине там и так далее, то у вас есть, на самом деле, в задачке четыре возможных состояния исходных. Ну, при спине, повторяю, одна вторая. Поэтому, если бы вы стали решать эту задачу без сложения моментов, как бы вы стали действовать. Вам надо было бы вот этот балис ввести. Так. Значит, как вы вводите такой балис? Ну, вот очень просто. Рассматривайте четыре состояния. Я прямо беру случай. С1 равняется С2 равняется одна вторая. Так. Тогда у вас функции, можно так записать вот эти вот. Пси одна вторая. Мю 1 на Пси одна вторая. Мю 2. Так. Ну, а дальше что вы должны делать? Матрицу записать. Искать собственные числа этой матрицы. Вот логика решения задачи. Итак. Смотрите, что надо было бы сделать. Одна вторая. Одна вторая выбор, чтобы не повторять. Просто буду писать так. Матрица 4 на 4 у вас будет. Мю 1, мю 2. В обмен. Так. Мю 1 штрих. Мю 2 штрих. Вот эту матрицу. 4 на 4. Ничего сложного-то. На самом деле. И можно не думать ни о каком сложении моментов. Берете эту матрицу. Но. Эту матрицу ее надо еще получить. Так. Ну. Мы должны сюда-то смотреть. Спина 1, 2. То есть матрицы Пауни. Мы с вами их знаем. Вот. И для С1. Ну и такие же матрицы для С2. Вот. И поэтому записать эту матрицу несложно. Вот. Ну. Вообще-то интересно. И более того. Я бы сказал. Тут возникают некоторые такие подводные камни. И иногда трудности возникают. Вот. Но тем не менее. Путь ясный. Как это все. Мы должны решать нашу задачу. Без всякого сложения моментов. Надо матрицу 4 на 4. У нас будет. И найти собственные числа и собственный вектор этой матрицы. И смотрим как эта задачка решается с помощью сложения моментов. Задачка решается в строчку. Вот. Вот. Я хочу. Тем самым. Как бы. Проиллюстрировать силу метода сложения моментов. Причем интересно. Что при этом не важно. То ли ваши С1 и С2 по одной второй. То ли каждый из них скажем по миллиону равно. Или миллион вторых. Вот. Все равно. И так. Что мы делаем. С1 плюс С2 равняется С. А вот вам надо С1 на С2 выразить. Да. Вот я беру в квадрат. Возвожу левую правую часть. И сразу появляется скалярное выразение С1 на С2. Да. А значит. Я сразу буду написать С1 на С2. Ну я не в одну строчку буду решать. Почему? Потому что я буду в какие-то промежуточные этапы. Которые на самом деле надо просто в голове делать. Я их все-таки выпишу. Итак. С1 на С2 чему равно? Ну я повторяю. Возвожу в квадрат левую правую. И сейчас появляется 2 С1 на С2. Почему 2, а не 2 раза по С1? С1 на С2. С2 на С2. А эти операторы коммутируют. Поэтому удвоенное произведение появляется. И с датчиком С1 на С2 можно выразить через С2. Видите? Чтобы получиться. А. Одна вторая появится. С в квадрате. Минус. Причем оператор. С1 в квадрате. Минус С2 в квадрате. Здесь стрелки, крышки. Все писать. Вот аккуратно. О! Вот так. Ну и, соответственно, сам оператор. В. 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 эту функцию выписать, но в этом соотношении надо заменить ее от 1 и 2 и J на S1, S2 и S. Все. Но на самом деле, на практике чаще всего нужно как раз собственное значение. Почему? Потому что с ними связано в данном случае значение энергии. Мы говорим обменной энергии, то есть той энергии, которая обязана вот этому обменному взаимодействию. Ну и видно, что она будет зависеть только от S, значение полного спина, и мы можем нарисовать картинку. Давайте сразу договоримся, как картинки еще рисовать. Что значит картинка? Мы нарисуем сейчас картинку спектра собственных значений оператора V, Exchange. Ну и фактически нарисуем картинку спектра отменной энергии. Мы рисуем так. Вот представим себе два спина, не связанных отменным взаимодействием. Ничего больше нет, вообще ничего не действует. Никакой связи нет. Два свободных спина. Это уровень 1. Чему равна энергия мне не важно вообще говорить. И чаще всего на практике мы и не знаем этого мероприятия. Нас не она будет интересовать. Нас будет интересовать учет обменного взаимодействия. Но этот уровень будет многократно вырожден. Кратность выражения какая? Функции, которые описывают футатуры, это произведение все S1N1 на все S2N2. То есть их всего и функции 2 S1 плюс 1 на 2 S2 плюс 1. Я слышу, что уровень вырожден многократно. Если спина S1 S2 по 1 и 2, то что такое 4-кратный вырожденный уровень? Квартет. Дальше я включаю обменное взаимодействие. Вот внизу пишу, вот я бунтирчик провел, но я пишу B обменное включение. Что у меня получается? Давайте я возьму случай простенький. Оба спина по 1 и 2, только что мы об этом говорили. И возьму Y положительный. Итак, смотрим. Вот значения помережней обмены. S1 и S2 по 1 и 2. Значит, это вот 3 четверти, 3 четверти, минус 3 вторых вот это все. Ну а здесь, если S, а S принимает в этом случае всего два значения, 0 и 1, если оба спина по 1 и 2. Если оба спина по 1 и 2, то полный спин либо 0, либо 1. Мы подставляем 0 в начале, ну будет 0, минус 3 вторых, здесь еще одна вторая, значит минус 3 четверти. Это минус 3 четверти, а теперь плюс 1 четверть вверх пошло. Но это будет 3 четверти. Три. Состояние 3 четверти. Полный спин единица. И вот это вот расстояние, обменное расщепление, или, говорим, в данном случае, симметрное расщепление. Это и вот картинка спектра аналитического этой пары спин, связанных уже обменное взаимодействие. Вот это то, что на практике дает нам теория сложения момента. Видите, мы фактически эту задачку переводим в некую такую арифметику и результаты спокойно получаем. Кстати, интересно вот что. Дело в том, что вот эту энергию можно классически рассматривать, просто классически. Представьте себе, что спины С1 и С2 это просто классические спины. Тогда энергию можно посчитать. Если и положительно, то минимум энергии, то есть находим то состояние, которое будет соответствовать минимуму энергии. Кстати, обратите внимание, в данном случае, видите, вот этот спин раз в нулю. Теперь считаем. И положительно. Миним энергии будет тогда, когда С1 и С2 будет минимальна. Ну а если два классических спина, длиной одна вторая, то сколярные показания минимальны, когда они вот эти параллели друг к другу, так что их произведение минус одна четверть. И, значит, классическая энергия, в случае энергии основного состояния этой пары, при И больше нуля, она вот как будет. Классическая энергия. Классическая энергия. Ну, я вот на самом деле масштаб здесь немножко не выделил. Это в три раза должен быть больше. И где-то вот так вот, да? Чтобы нарисовать. А вот теперь я рисую здесь. Вот это вот классическое значение энергии. Классическая. Для антипараллельных спинах. Сколько можно? Одна четверти. Одна четверти. Вот это вот одна четверти. А тут вот, квантовая энергия, вот эта вот энергия, да? Это три четверти И. Я должен, чего это делать? А просто для того, чтобы показать, что, видите, здесь квантовая энергия основного состояния пары в три раза будет больше, чем квантовая. Классическая энергия при спине одна-вторая. Это, в общем-то говоря, ну, такой... Ну, во-первых, это что означает? Это означает, что если вы эти стрелочки при спине одна-вторая начнете как классические рассматривать, то в случае антипараллельного состояния вы пролетите в три раза по энергии основного состояния. Именно, кстати, поэтому спины одна-вторая называют квантовыми. Ну, это понятно, в общем, да? Я прошу, что эффект пространственного фронтования для спины одна-вторая, он максимален вообще. При спине одна-вторая у нас проекция, может быть, только плюс и минус одна-вторая. Это по классике означает, что спина одна-вторая может быть направлена либо так, либо круто. То есть у него шаг минимальный для вот этого пространственного движения 180 градусов. Но если бы спин был единица, то минимальный шаг был бы 90 градусов. Так, состояние с проекцией плюс один, ноль, минус один. Если бы спин был не единичка, а десятка, то было бы 21 вот этих вот телодвижений, так? И квант, как бы, да, поворотом. Ну, был бы... 360 квантовый, сколько? 18 градусов. Сколько? 18 градусов. 18 градусов. Ну, вот видите, разница. А там 180 в спине одна-вторая. То есть понятно, что квантовая природа, момент на количество движений, в случае спины одна-вторая, просто вот, ну, прием, вот так вот. Он, и все магнетики со спином одна-вторая, квантовая магнетика в результате. Квантовая магнетика. А вот в случае феномагнитного состояния, то есть, представьте, если у вас их было бы не положительным, а отрицательным, когда бы все перевернулось, и вот это состояние было бы основным. И у него энергия была бы чему от нуля в считывание? Одна четверть. Да? И... А классическая энергия, ну, то же самое, одна четверть. То есть, если ЕС-1, ЕС-2 по одной-второй, и параллельны друг другу, да, мы получаем И на четыре энергии. И в квантовом случае было бы И на четыре. Видите, как интересно. То есть, в случае триплетного состояния классическая энергия и квантовая совпадают. А в случае антиферромагнитного состояния они очень сильно отличаются. А что бы это говорить? Ну, для магнитиков это очень многое говорит. Это говорит о том, что ферромагнетики можно рассматривать иногда даже при спине маленьком, одна-второй. Можно рассматривать классически. Ну, как говорят, если можно, то разве что без надежды на количественное описание системы. Количественное описание такого квантового магнитика. Итак, вот пример того, как мы используем сложение моментов на практике. Все на кроме. До свидания.